итак всем привет уважаемые подписчики и гости моего канала с вами алекс монг и мы продолжаем прохождение игры мафия the city of lost heaven как вы помните в прошлой серии томми и поле успешно ограбили первую национальную банку ласт хэвен и давайте теперь посмотрим что из этого выйдет декаданс деньги из банка мы на время спрятали у поля мы не могли начать их тратить сразу и договорились что на завтра я загляну к нему и мы обдумаем лучший способ вложения денег у меня были горы идей насчет того что сделать с ним а еще меня здорово интересовало какие планы на них у поля о господи это что еще за херня поле поле господи бабки где же бабки черт все пропало просто кошмар какой-то поле сэм это том поле убит я я господи я так и знал дом ты в заднице я хотел предупредить поле сальери узнал о банке и решил что этого нельзя допускать я не успел вовремя дом ты должен быстро исчезнуть сэм я я не знал что все так серьезно я что мне делать я не могу бросить сару и ребенка ладно ладно том я помогу тебе мы должны где-то встретиться но для тебя теперь почти везде опасно лучше встретимся в городском музее ладно хорошо я буду там очень скоро я спасибо понимаешь поле лежит разобранный на запчасти я не знаю куда пойти все путем за мной еще должок спасибо сэм да но долго здесь задержаться не стоит быстрее убегаем вы спросите почему а вот уже нагрянула полиция в квартиру поле и конечно же мы будем первым подозреваемым мягко говоря если они нас увидят в квартире а вот и детективы последовали ох ну и дела кто бы мог подумать меньше всего на свете я хотел чтобы убили поле вот в этой игре я имею ввиду но к сожалению разработчики решили что должно быть именно так ну ладно давайте сядем в машину я думаю вот в эту чем хороша полицейская машина то что вы можете немного превысить скорость и вас за это не остановит ну подумаешь подумают просто полицейские что коллеги торопятся на вызов я бы на месте разработчиков еще бы сделал возможность включать сирену здесь этого увы не получится сделать да дела у Томми плохи и нам хочет помочь Сэм но прежде чем к нему соваться я вам рекомендую посетить желтого пита того самого который нас снабдило оружием в миссии с ограблением банка подъезжаем к старому кинотеатру Твистер кто находится в хобокине вот здесь напоминает ну все открывай сова опять медведь пришел а это снова ты входи спасибо почему почему то уже вторую миссию подряд у Тома каким то образом появляется полицейский кольт ну ладно не суть а привет сынок как там поживает поле 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 мертв что же значит поживает он нехорошо мир его браху зная тебя я надеюсь что он хоть в гроб отдохнет а так ваша маленькая дельца провалилась похоже на то ладно тогда тебе нужно оружие верно я говорю я вижу ты никогда не забываешь конечно нет это было бы большой ошибкой ладно покажи что тебе также рекомендую выбросить полицейский кольт и взять только автомат Томпсон больше нам ничего не нужно оружие с самым максимальным запасом патронов и можно легко также спрятать при условии что он один но без другого двурочного оружия спасибо вот день большое спасибо надеюсь что ты найдешь этих ублюдков поле это понравилось бы да действительно прячем Томпсон и пошли быстрее к Луки Бертона может быть я кого-то огорчу но мы едем к нему за последним заданием он не что это не полиция то я приехал на полицейской машине Мне нужна твоя помощь. Я должен найти её и узнать, где прячется этот парень. Тогда я найду его и получу свои деньги. А где мне её найти? Она работает в отеле, который ты так круто разнёс в 32-м. Если подождёшь её там, она наверняка приведёт тебя на место. А потом? Когда она пойдёт домой, вернись сюда и расскажи мне, где она была. Ладно. Ну всё понятно. Пожалуй, самое лёгкое задание всех, что даёт Лукобертоне. Нужно просто проследить за девушкой и до дома человека, который должен Луки, и не только Луки, деньги. Давайте машину сменим. Что-то не хочу на этой мятой ерунде ездить. О, он лимузин. Советую подъезжать к отелю Корлеоне вот с этой стороны. Так, сейчас повернем направо. И ждём нашу цель. Вот она вышла. И так вот, держа примерно вот такую дистанцию между ней и нами, начинаем за ней следить. Но не приближайте слишком близко, иначе 2-3 раза она вас заметит и миссия будет провагана. Я знаю, что миссия запрещён. Вот кажется, и всё. Ну всё, опять с чистой совестью возвращаемся к Лукосу. Говорим ему адрес. Не догнали, не догнали. Так, Лукос, кто вас приводит? Е-мое. Хватайте этого парня! Впервые меня штрафуют при Луке. Придётся платить штраф. Ладно, командир, я больше не буду. Лукосу так смотрят внимательно. Надеюсь, этого больше не повторится. Давай-давай, всё, уходи отсюда. Нам поговорить надо с Лукосом. Мне надо избавиться от ков. Я нашёл его, Лук. Он живёт в деловом районе, на углу, за церковью. Фантастика! Она тебя видела, когда ты шёл следом? Нет. Так где же моя машина? Ты наверняка знаешь, где в этом городе продают подержанные автомобили. Это возле Чайна Тауна? Верно. Ты найдёшь её там. Улучшенная модель спортивной машины с приводом на передние колёса. А чем она лучше старой модели? Мощностью, сынок. Хотя на первый взгляд она выглядит так же. Акселератор у неё гораздо лучше. Когда будешь угонять её, смотри в оба. Эта машина принадлежит хозяину. А у него во дворе есть злые собаки. Я справлюсь. Ну всё, отличная награда. Получим последнюю нашу машину, так сказать, в сюжетной линии. И пора направиться к Сэму в музей. Он уж нас заждался. Едем, значит, в Чайна Таун. Вот мы и на месте. Рынок поддержанных автомобилей в Чайна Таун. Хотя это больше похоже на автостоянку, если честно. Так, смотрим, чтобы не было полиции. Потому что сейчас придётся стрелять. У нас один раз проехали. И вон один идёт. К слову, обратите внимание, здесь стоит пикап. Был то есть пикап. Которого вы просто так уже на улице не встретите. Всё, полиция проехала. Собаки. А, нельзя сквозь решетку. Чёрная собака. Всё, убили. Полицейский нас не заметил. Вот ещё рядом машина проехала. Вот, собственно говоря, самая быстрая машина в игре. И самая лучшая. Как вы помните, однажды Томми уже угонял подобную, но данная модель гораздо мощнее. Плюс эта машина в некотором смысле связь между этой сюжетной миссией, линией, то есть, и большой прогулкой, о которой позже. Ну всё. Пришла пора двигаться к развязке. И, как назло, в этой миссии, по-моему, точнее, в этой главе больше всего полиции. Вот и злосчастный музей. Злосчастный музей. Жалая музыка. Поняла. Злосчастный музей. Всё. Расскvernаль weather. Злосчастный музей. Вопросы. Не с места, козёл. Вот дерьмо. Сюрприз. Ты не это случайно искал у Поли? Сэм, что случилось? Я думал, у нас встреча наедине. Концепция изменилась, Том. Я должен был решать, на чьей я стороне. И, извини уж, оставаться на твоей было бы самоубийством. А убивать других мне нравится больше. Так ты убил Поли. Ну, скорее, я был орудием убийства. То же самое и в твоём случае. Этого я от тебя никак не ожидал, Сэм. Ну, а я доволен. Похоже, мне чертовски везёт. Я нашёл сумку с деньгами. Так мочить своих корешей, значит, весело. Может, и мне стоит попробовать? Идея ничего, но ты, наверное, уже не успеешь. Никогда не поздно начать. У тебя совесть есть вообще? Совесть здесь ни при чём. Это бизнес. И ты уже много раз нарушал неписанные законы, Том. Может, мне тебя и жалко, но в бизнесе нет места жалости. Чё-то я не заметил, что у семьи из-за меня были проблемы. Да ну. Ты что хотел, то и творил, Том. Ты не убил Фрэнка. Ты отпустил ту шлюху, а потом ещё этот банк. Нельзя делать как знаешь, потому что ты не знаешь ничего. Ты не осознаёшь последствий своих действий. Дон Голова. Ну, ты с Головой никогда не дружил. Может, тебе он и нужен. А мне нет. У меня своя голова на плечах. По мнению Дона Сальери, он не собирается мотать срок из-за твоих каких-то там чувств. А я полностью согласен с его мнением. Дону Сальери ты правда нравился, Том. Да и мне тоже. Мы вместе поплачем на похоронах. Ублюдок ты несчастный, Сэм. И мне тебя жаль. Зато я жив. Жаль, что ты не сможешь потратить эти деньги. Не переживай. Мы что-нибудь дадим Саре. Знаешь, одиноким матерям трудно в наши дни. Дон позаботится о ней. Он не такой уж чудовище, как ты себе вообразил. Прощай, Том. Ты был хорошим товарищем. Позаботьтесь о нём как следует, парни. И будьте добры. Не заставляйте его мучиться. Он ведь мой кореш. Всё. Максимум осторожности. Тут что нам сейчас предстоит долгая перестрелка. Как оказалось, Том, Сэм не просто так нам решил помочь. Он нас заманил в ловушку. И это после того, после стольких раз, когда мы его выручали. Сразу скажу, один бандит прячется вот здесь. Да, поверить трудно. Восемь лет мы проработали на Сальере, и теперь нас хотят устранить. Не будем особо разглядывать картины. Делаем всё максимально быстро и аккуратно. Ну, выходите. Так, а теперь внимание. Бежим вперёд и тут же назад. Видите, гранаты. Ну и ждём новую партию братанов. Так, пока всё. Как я вижу, парни недооценили тебя, Том. Ну, я надеюсь, на этот раз им больше повезёт. Парни, осторожно. Не повредите ничего. Тут дофига прекрасных и ценных штучек. Угу. Так, чё, быстро за колонном. Так, кто стреляет где-то сзади? Вот он. С помпой оружия. Так, это ещё один. Вот он. Всё. Так, минус один. Вот тут аккуратно. В этом, так называемом, холле они могут незаметно прятаться. Вот, например. Лучше бить прицельными выстрелами, как я. Тихо. Ты молодец, я обоему потратил, потом побежал на меня. Так, зайдём сюда. Благо, дробовик сильно далеко не бьёт. Так, постойте. По-моему, здесь должна быть аптечка. Не будем бы к этому заходить. Так. Вот здесь, только осторожно. Сейчас так же полетит граната сначала. Так, мерзавца, которого кинул гранатом и убили. Сюда мы пока не зайдём. А вот здесь мы можем посмотреть что-то вроде зал, ну как сказать, для лекции, что ли. И вот тут очень странная и непонятная картинка. Как будто бы лицехват из фильма «Чужой» атакует девушку. Или что, как это понять? Ужас, короче. Так, ладно, бежим в одну из открытых дверей, которую мы открыли ранее. Да, Сэм прав, тут дофига красивых и редких вещей. Так, это, по-моему, опять тупиковая часть. Наверное, в другую сторону. Интересно, отсюда можно выполнить? Бьём по башкам. Так, как получится. Так, пополним Томпсон. Не сказать, что это одна из моих любимых миссий, но, тем не менее, она интересная. С весьма неожиданным поворотом. Так, с обрезом, может, бежит. Не очень опасно, пока близко не подойдёт. Так. Видимо, туда побежал Сэм, раз он крикнул. Тихо. Молодец. Так, надо бы Томпсон обновить, погодите. И всё, что ли? Вот теперь полный. Ну и теперь бежим... Нет, не сюда. Это мы, получается, оббежали вокруг. Дверь здесь, дверь открылась. Теперь бежим снова наверх. И теперь обратите внимание, дверь справа открыта. Забегаем сюда. Приготовьтесь к финалу. Похоже, ты переоценил своих новых дружков. Может, тебе стоит переметнуться? Не спеши радоваться, Том. Всё не так, как ты думаешь, Сэм. Сальери и тебя наколол. О чём ты говоришь? Нас чуть не убили из этих дурацких сигар. Сальери знал, что это опасная работа. Ведь в этих сигарах были спрятаны бриллианты. Он просто не хотел делиться. Вот почему Полли хотел взять тот банк. Он понял, что Сальери всех нас кинул. Он рассказал мне об этих бриллиантах, Том. Он просто не хотел, чтобы о них кто-нибудь знал, пока он не продаст их. Кроме того, у бриллиантов ничего общего с тем, что ты не убил Фрэнка. Он нарушил Амерту. Что хуже, Том? Как ты узнал, что я не убил Фрэнка? Можешь сказать спасибо кое-кому ещё, кого ты не убил. Ты слишком добренький. Она вернулась в город, и мы случайно на неё наткнулись. Проклятся! Том, Том, ты ведь знаешь, что нельзя доверять бабе. Я понимаю, что не так-то просто убить лучшую подружку своей жены. Но я сделал это за тебя. Меня она тоже умоляла и плакала. Мы поняли, что нельзя на тебя полагаться, так что покопались чуть-чуть и узнали насчёт Фрэнка. Сэм, ты правда считаешь, что всё должно так закончиться? У нас ещё есть шанс. Дороги назад нет, Том. Извини. И вот теперь... ...один из самых сложных боссов в истории видеоигр. Дело в том, что он очень живучий и стреляет очень-очень метко. То есть буквально небольшая ошибка и всё, вы мертвы. То есть нужно прицелиться и бить в одну точку, пока он не отбежит. Потанцуем. Какой чудесный день, какой чудесный пень, какой чудесный я и мафия моя. Всё, он убежал. Всё, Сэм убежал. Практически один диск Томсона мы на него потратили, на его танец. Ну всё, теперь бежим за ним. По кровавому следу. Конечно, оно текло с него, как с телёнкой, вот смотрите. И вот теперь, ребята, максимум бдительности. Присаживайтесь и цельтесь примерно вот сюда. Вот так. Чёрт. Эй, история повторяется, Том. И ты опять не можешь решиться. Проклятие. 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 Субтитры сделал DimaTorzok А он-то помогал тебе. Ты крыса. Ты опасен, Том. А Поли мертв. Он ни разу не усомнился, что ты не простишь его смерть. Тебе придется прятаться, как изгою. И однажды они достанут тебя. Так же, как Фрэнка. Они нашли его? Ты только оттянул его смерть. Но в конце концов они нашли его. Все равно. А Фрэнк был Дону настоящим другом. Дружба ни хрена не стоит. Ах! 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 Гandel molt! Ох! Ух! Ах! Эпилог. 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 работал. Против людей, которые 10 лет были моими друзьями. Это был значительный процесс, который потряс всю страну. Сальери получил пожизненное, а пара громил даже по вышке. Самый легкий приговор был 8 лет. Все это время я провел в секретном месте в закрытой камере без посещения. Ни разу не видел Сару и малышку. В конце концов оно того стоило. Норман устроил нам смену документов и переселил на другой конец штата. Я получил работу водителя в серьезной компании. Мы всю жизнь начали сначала. Эта идиллия была прервана лишь войной, но и ее уменьшили. Вот обратите внимание, уже пожилой Томми Анджела, наш герой. Живет своей тихой спокойной жизнью, ни о чем не думает в таком плохом. Мистер Анджелу. Да. Мистер Сальери передает вам окно. Знаете, этот мир не управляется законами, написанными на бумаге. Он управляется людьми. Одними в соответствии с законом, другими нет. От каждого человека зависит, каким будет его мир, каким он его сделает. А еще вам нужна уйма везения, чтобы кто-нибудь другой не превратил вашу жизнь в бар. И все не так просто, как нас учили в начальной школе. Но все же хорошо иметь твердые убеждения и придерживаться их. В браке, в преступлении, в войне, везде и всегда. Я все запорол. Так же, как Поль и Сэм. Мы хотели жить лучше, но в конце концов попали гораздо хуже, чем остальные. Знаете, я думаю, что во всем надо знать меру. Да, меру. Вот хорошее слово. Тот, кто хочет слишком много, рискует потерять абсолютно все. Правда, тот, кто слишком мало хочет от жизни, может вообще ничего не получить. Вот так вот кончается эта великая игра. И вот, наконец, режим «Большая прогулка» открыт. Да, конец, как по мне, очень печальный. Что тут сказать? Несчастная судьба была у Тома, я считаю. Не по своей воле он вступил в мафиозную организацию. Ведь был обычным таксистом, который жил своей спокойной жизнью, ни о чем не думал. И тут, в воле судьбы, к нему попадают в машину два мафиози, угрожая пистолетами. И ладно бы просто, он их подвез, помог им, так за ним стали охотиться люди Морелла. В результате чего Томми был вынужден вступить в организацию Сальери, чтобы защитить свою жизнь. Да, вначале говорю, что быть мафиози не так уж и плохо и так далее и тому подобное. Но в конце, как мы видим, и он, и Полли уже начали думать о том, как бы с этим, выражаясь жаргонно, завязать и жить спокойной, счастливой жизнью. И вот страшно представить, что прошло пять лет с тех пор, как Фрэнк перебрался в Европу, что его нашли и все же убили, да и ту девушку тоже. Но та девушка, я считаю, сама виновата, вернулась в город. Грустный конец, но он, как говорится, заставляет задуматься над судьбой человека, о том, что мы в этой жизни, возможно, что-то делаем не так, как хотелось бы. Но знаете, самая главная у меня мысль, которая посещает после просмотра финальной заставки, это как хорошо, что я не являюсь представителем бандитских группировок. И могу спать спокойно, знаешь, ты работай на честной работе. Вот, собственно говоря, как говорится, все познается в сравнении, и вот, глядя на Томми, думаешь, как хорошо, что мы живем честно. В общем, очень жаль мне, ребята, и Томми, и Полли, и Фрэнка, замечательные были люди. Но так уж получилось, они были частью итальянской мафии, из которой, как я уже говорил, есть только один способ выйти. Это смерть. Давайте не будем о грустном. Я надеюсь, вам понравилось мое прохождение. В следующей серии мы займемся большой прогулкой. Ну ладно. Спасибо, что вы меня смотрели, уважаемые подписчики и гости моего канала. С вами был Алекс Монг. Всем пока и удачи. Берегите себя и своих близких, и играйте только в хорошие игры. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.